слава богу дальше без перевода переходим на сегодня причастие евхаристия я прочитаю буквально два места из писания и давайте мы вместе откроем евангелие от матфея у кого есть библия 27 глава 45 стиха от шестого же часа тьма была по всей земли до часа 9 а около 9 часа возопил иисус громким голосом или или лама сарахвани то есть боже мой боже мой для чего ты меня оставил перевод с арамейского языка некоторые стоявших там слыша это говорили или зовет он этот час побежал один из них взял губку наполнил уксусом и наложив на трость давал ему пить а другие говорили постой посмотрим придет ли или спасти его иисус же опять возопив громким голосом испустил дух и вот завеса в храме разодралась надвое и сверху донизу и земля потряслась и камни расселись и гробы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли и выйдя из гробов по воскресенье его вошли во святый город явились многим сотник же и те которые с ним стерегли иисуса виде землетрясения все бывшие устрашились весьма и говорили воистину он был сын божий вот это вот великолепная картина которая описывает нам евангелист апостол матфей да то что произошло 2000 лет тому назад и она просто невероятно тем что происходило во времена когда ешо машеев умирал на голгофском кресте и было очень много и иудеев которые пришли из фарисеев его ученики некоторые которые осмелились да я женщина мать мария оказались свидетелями и в том числе оказались свидетелями римские воины знаете римские воины это понятно что да это профессиональные убийцы те которые видели очень много смертей знаете вот я могу сказать что я человек который видел очень много смертей почему потому что я работал в реанимации я работал я много раз об этом говорил я работал в юрийской команде брандорфов да и у нас был заведующий дмитрий семенович брандорф который потом и уехал в израиль и он меня наставлял и давал очень много таких разных знаний но к сожалению я работал 90 года когда в онкологии я работал в онкодиспансере умирало очень много людей онкологические больные и как я уже тоже один раз упоминал что очень много умирала именно таракальных таракальное отделение легочные взяли отрезали там вырезали рак легкого до левого легкого удалили там через два дня человек умер мы знали что эти люди долго жить я всегда удивлялся зачем делали эти операции ну видно это было просто как-то вот на уровне эксперимента что сколько проживет и потом научились резать удалять там сегмент лёгкого или две доли легкого или полное легкое там замещающее тело но многие люди в те в те годы умирали да я видел много смертей то есть я работал в реанимации вот и очень много людей отходило я видел как люди умирают я могу так сказать что люди умирают по-разному я видел как умирают ну я предполагал что умирают люди грешные потому что они перед смертью очень сильно агонировали мучились страхи какие-то кошмары метание падали с кровати там срывали себя все там систему бегали по реанимации дежурный доктор выходит потому что он агонирует ему немножко осталось то есть буквально там минут 10-15-20 он проживет и потом урет потому что перед смертью люди агонируют как бы известный факт я увидел как умирали люди которые верили бога люди которыми я проповедовал буквально вот две смены или одну смену назад не успел их исповедовать и привести к покаянию я видел как умирают эти люди с улыбкой на устах и просто вот как будто бы он уснул он уснул и просто не проснулся и вы знаете ну я совсем недавно читал про кэтрин кульман да как она умирала факты говорят исторические факты говорят которым так задокументировано то что все отделение реанимации там по этажам этот запах аромат рассеялся буквально считанные минуты когда кэтрин кульман умерла все почувствовали благовония роз то есть цветы просто вот и люди откуда цветы кто принес цветы нету никаких цветов просто кэтрин кульман ушла на небо вот это конечно она стоит вот просто вот эти факты да вот профессиональным убийцам могли сказать о том что вот на глазах у них один разбойник висит второй разбойник висит и посередине висит Иешуа Машех да Иисус Христос Мессия на нем табличку написали над ним и вот ну просто в том числе и на римском языке да что они тоже могли понимать что они написали царь иудейский какой царь иудейский ну всякие мнения разные вот человек умирает понятно что римляне солдаты видят о том что скоро этот человек умрет не думали не надеялись что он умрет так быстро хотя можно было предположить потому что те муки которые перед этим перенес Иешуа да они были страшными но я могу так сказать что самые страшные муки которые перенес Иешуа они были на самом кресте потому что есть даже медицинские освидетельствования ну там я например доктор я это понимаю да что там происходило произошла централизация крови потому что так как Иисус много крови потерял еще до того как его прибили да то есть его истегали римскими плесьми плесьми я не буду описывать какие они да то есть его разодрали в клочья просто ему забили терновый голос голос забили просто вот в надкосницу черепа это очень больно он так скажу просто поверьте мне да и оттуда тоже текла кровь ему пробили руки и ноги да и оттуда текла кровь чтобы как-то вот так размышлять думать да то есть вся кровь она скопила в сердце а вся лимфа или астматическая часть жидкости телесных жидкостей их еще называют она скопилась в прикардиальной сумке в перикарде то есть в сердце кровь в прикардиальной сумке сенуриальная жидкость да телесная жидкость и вот профессиональный убийца подходит а Иисус уже умер он испустил дух и вот просто чтобы убедиться да знаете просто берет и пронзает бьет ему под ребро пронзает ему печень в печени еще это фильтр нашего тела депо крови вот так доктора называют ну то есть там могла еще оставаться остаточная кровь то есть теле крови уже нет кровь здесь в печени в сердце и лимфа в прикардиальной сумке и он копьем пробивает печень и в самое сердце пробивает прикардиальную сумку пробивает само сердце вырывает это копье и оттуда выливается что писание говорит очень четко кровь и вода как будто вода вылилась вот так просто в этом фильме с Раси Христовой этот момент очень хорошо показан то есть на солдата льется вот эта вода и он смотрит что это откуда это потому что должна вылиться просто кровь она не должна вот так вылиться она должна потечь но вылилась она пролилась почему потому что человек с большой буквы да сто процентов человек да мы изучаем сто процентов бог он агонировал на голгофе его сердце билось в каких-то страшных вот таких агонях просто вот ну просто сокращалось как то вот так судорожно и я просто могу как доктор просто предположить но как теолог я предполагаю о том что на кресте Иешо перенес страшные муки почему потому что на него были возложены грехи всего мира в один раз просто вот так возложили на одну душу проклятие всего мира просто в один раз просто возложили на душу и бесовская мощная бесовская атака просто вот такая вот такая брань долго вы не вынести это да ну на самом деле это была настоящая такая мощная духовная брань Иешо произносит вот эти слова или или лама совахвани боже 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 мой на что ты меня оставил или или лама совахвани и испустил дух знаете вот просто что произошло знаете солдаты стоят сотник стоит и он они видели как умер вот этот человек и не написано что один человек а они все вот эти сотник же и те которые с ним стерегли Иисуса видя землетрясение мертвые стали из могил было темно землетрясение можете представить и все бывшие устрашились весьма и говорили воистину он был сын божий знаете до этого кто-то еще произносил вот эти слова и говорил так что воистину ты сын божий петр за кого вы почитаете меня да Иешуа спрашивает своих учеников апостолов одни говорят ну одни люди говорят что ты или другие говорят о том что один из порогов и ремя а вы что обо мне думаете ученики молчат и встает петр и говорит вот эти слова ты Иешуа сын живого бога аллилуйя и что Иешуа ему отвечает он отвечает это тебе открыли не кровь и плоть то есть тебе это не человек открыл не кто-то тебе прошептал на ухо Иоанн допустим а отец мой небесный на небесах и вот знаете вот давайте просто вот эту логическую цепочку протянем что произошло с теми солдатами римскими они исповедовали воистину все и человек сын божий сотник римляне все те которые там были да вы что люди так не умирают люди агонируют люди в страхе умирает вот твоя жизнь заканчивается еще минуты тебя уже не будет осознание страх куда я дальше пойду а люди тогда были в основном верующие они знали что можно пойти в рай можно пойти и в ад куда пойдет душа моя неопределенность но вы знаете вот этот человек да с большого покоя он умирал особенно но так нельзя умирать никто из людей этого и вообще бы не выдержал даже доли доли секунды но в его словах был абсолютный покой абсолютный совершенный мир он ничего не боялся он из голгофского креста благословлял своих палачей боже прости им ибо они не видят того что творят слова еще аллилуйя и вы знаете я хочу еще одно место открыть и мы приступим к евхаристии причастию и это написано первом послании от иоанна апостола иоанна богослова 4 главе с 9 стиха и вот апостол иоанн восклицает любовь божия к нам открылась в том что бог послал в мир единородного сына своего чтобы мы получили жизнь через него в том любовь что не мы возлюбили бога но он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши возлюбленные если так возлюбил нас бог то и мы должны любить друг друга бога никто никогда не видел если мы любим друг друга то бог в нас пребывает и любовь его совершенно есть нас что мы пребываем в нем и он в нас узнаем из того что он дал нам от духа своего и мы видели и свидетельствуют что отец послал сына спасителя мира кто исповедует что иисус есть сын божий и смотрите вот этот 15 стих кто исповедует что иисус есть сын божий в том пребывает бог и он в боге аллилуйя и мы познали любовь которую имеет нам бог и уверовали в нее бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в боге был в нем любовь до того совершенства достигает на что мы имеем дерзновение в день суда потому что поступаем в мире сём как он очень важно не просто знать что иисус есть бог да очень важно поступать в этом мире так как он поступал потому что он желает в нас продолжать свои дела в свои деяния в любви нет страха но совершенно любовь изгоняет страх потому что в страхе есть мучение Боящийся несовершенной любви. Будем любить его, потому что он прежде, в другом месте написано, он первый возлюбил нас. Он прежде возлюбил нас. Еще раз прочту 15 стих. Смотрите, что произошло с римскими войнами, которые стояли под Долгофским престолом. Они исповедовали, что Иисус есть Сын живого Бога, Сын Божий. А здесь Писание говорит, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в нем, в том пребывает Бог, и он в Боге. Аллилуйя, да? И вы знаете, история тоже об этом говорит. История говорит о том, что особенно во времена Нерона, императора Нерона, когда этот безумный император, маниакальный человек, да, абсолютно, поджог Рим, Рим обвинил христиан в поджоге. И христиан начали поджигать буквально как факел, для того, чтобы осветить дорогу Нерона. И он шел вот так, и радовался, писал свои безумные стихи. Ну, вы знаете, римские войны, которые поджигали вот этих христиан, каялись, приходили к Христу тысячами. Просто тысячами. Понимаете, да? Исповедовали, ну, в том плане, что, когда ты видишь, вы знаете, как умирали христиане в тему? Вот христиан ведут вот по дороге, да, ведут их на верную смерть. Кого-то распнут, кого-то не только распнут, еще подложат туда сток сена, да, и подожгут. Он будет не только распят, он еще будет гореть. И вы знаете, я об этом уже как-то проповедовал. Это исторический факт. Он описан. Описан очень подробно, да, и просто это независимые историки, которые вообще в Бога не верили, просто описали в этой ситуации. Христиане шли на верную смерть, они шли с радостью. Они шли с песнями. В песнопении. Какой псалом приходит? Радостный псалом. Славь душа моя Господа, да, или... Какой-то псалом радости, который известен был тогда. Лично меня это очень сильно умиляет. И вы знаете, когда римляне распинали этих христиан, поджигали, и видели, как они вот эти факелы горящие благословляют вот этих римлянов, они приходили к вере в Ишу Амаши, потому что они говорили, мы видели много смертей, но вот так не умирает, так нельзя умирать. Это на самом деле ангелы, которые здесь живут на земле, и просто они вместо того, чтобы проклинать нас, они нас благословляют. Мы тоже хотим верить в такого Бога, который дает такую уверенность, такую веру в то, что я знаю, куда иду, аминь, да? Перед самой смертью, когда вот через минуту тебя уже не будет, я сегодня буквально вспомнил, я вообще у меня сложная судьба, я служил в спецназе, да? Я сегодня почему-то вспомнил, что один азербайджанец когда-то, ну, он пристал мне автомат калашникова сюда в сердце, не хотел выстрелить. Осталась секунда до смерти, потому что я вступился за одного человека, за Сибиряка, он того не понял, и вот он резко развернулся, хотел застрелить Сибиряка, красивый такой парень, такой чубатый, да, и ему все время делали замечание за этот чуб, и вот он все, носил этого азербайджанца, пинал его сапогом, он развернулся, хотел, перезарядил автомат калашникова, хотел выстрелить, и я встал вот так, защитив этого Сибиряка, я не помню, как его зовут, и он пристал в автомат к моему сердцу и хотел нажать. Я смотрю ему в глаза и говорю, ну, просто, ну, такая немая сцена, да, и, знаете, вот когда вот стоишь вот так на пороге между жизнью и смертью, да, вот, вообще-то реально вся жизнь вот так, она пролетает у тебя перед глазами, и думаю, что ты сделал, да? Ну, мне было тогда 19 лет, что я успел? Да ничего я не успел. Что я видел? Да ничего я не видел. Так жалко вообще умирать 19 лет, когда ты вообще ничего не видел, когда ты пацан. Мне, конечно, страшно сейчас вот как там умирают молодые бассейны в Украине, да, вот это, конечно, страшная вообще ситуация, которая сейчас сложилась, и, конечно, нам надо вообще день и ночь молиться, чтобы это безумие прекратилось. Прекратилось, вот это безумие, ты не умею никак не скажешь. Еще меня вот как-то вот почетила мысль о том, что как страшны сейчас людям, которые наполовину русские, наполовину украинцы. У них течет славянская кровь, и она наполовину украинская. мама украинец, отец русский или наоборот, отец украинец а мама русская как? я не знаю, это сердце оно просто должно разорваться как вот семья муж русский, жена украинка или наоборот я не знаю, мое сердце разрывается когда я смотрю, как сейчас рвутся эти славянские сердца потому что сатана просто действует по своей излюбленной тактике разделяя власть просто сатана это все делает понятно, да? и наша война не против крови плоти против духа злобы поднебесных поэтому сегодня еще раз призываю вас молиться за вот эту ситуацию для меня большая честь в той церкви, где русские и украинцы евреи и неевреи собираются вместе это большая честь, поверьте мне потому что я знаю, что только в такой церкви может быть Иисус Христос, только в такой церкви может быть Иисус Христос, который не делит нас там на небесах я в прошлый раз говорил эту мысль о том, что у нас не будет нас ну будут евреи, конечно, да? и потом несметное количество просто обращенных из языка которые пересчитать просто невозможно это книги откровения написаны аминь или не аминь, да? и просто с кем мы сегодня отождествляемся? кто я сегодня, да? вот я сегодня раз отождествляюсь я сегодня не русский, я сегодня не кореец я сегодня не украинец я Христов я Божий я сооружусь туда, я знаю, что нации там написано во Христе Иисусе нет уже ни мужеского пола, ни женского ни елина, ни еврея не обращенного из язычников но все одно во Христе Иисусе так написано и это не изменишь понятно, да, что мы через иудеев спасаемся это ценим я люблю евреев я всегда их любил я не знаю почему, но евреев в мою жизнь вложили очень много у меня еврейские мозги я получал у евреев все свое образование первое образование еврейское, да? я закончил Каргандийский государственный институт который основали репрессированные евреи второй институт гештальтерапия и общих анализов еврейский институт, абсолютно, да? давайте мы просто сегодня склоним наши сердца я еще раз повторю о том, что в причастии принимают участие члены тела Христова может быть ты сегодня приехал с другой церкви это вопрос твоей совести это вопрос водительства Духом Святым о том, что если ты считаешь если совесть твоя не обличает тебя если ты омыт кровью Иисуса Христа имеешь дерзновение, то ты можешь сегодня принять это причастие крови и телу Христову вместе с нами если ты в священской синагоге это наши братья, которых мы наша церковь, наша община почитает больше себя мы их также принимаем, как своих братьев и благословляем их также на принятие причастия сегодня моя жена говорила о том, что мы когда-то получили откровение, что мы руки Христа и я бы хотел добавить, что мы пронзенные руки Христа когда мы помогаем кому-то, наши сердца уже пронзены мы знаем эту боль и мы говорим людям, не думай, что тебе больно Христу было на кресте больнее не думай, что тебе тяжело потому что Иешуа на Голгофе была намного тяжелее можешь сказать на это Аминь? да это так ты идешь куда-то, да, в стоматологические кабинеты думаешь, вот сейчас ну правда сейчас уже такие анестетики пошли что там челюсть могут снести, ничего не почувствуешь ну вот, да, голову могут поменять, это точно вот, дочь моя сейчас идет в роддом, да и, ну слава Богу, у нее есть вера, она верующая просто хотел бы ей сказать о том, что, ну, Христу было больнее да, поэтому вот довериться Христу, сказать Господь я в твоей руке, да, ты через такое прошел, ты и меня проведешь хвала тебе всемогущий Бог, Господь, мы молимся прямо сейчас я хотел попросить сегодня и пастора Александра и пастора Романа принять участие в том плане, что в раздаче тела Христовой и крови Христовой Господь, мы благословляем Твое Святое Тело мы принимаем